Правила и этика отношений на рынках Хвала Аллаху Господу Миров, который говорит в своей священной книге Горе обвешивающим, которые хотят получить сполна Когда люди отмеряют им, а когда сами меряют или взвешивают для других То наносят им урон Разве не думают они, что будут воскрешены в Великий День В тот день, когда люди предстанут перед Господом Миров? Я свидетельствую, что не божество, кроме единого Аллаха, у которого несет товарища И свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник Да благословит Аллах пророка Мухаммада и его семейства, сподвижников И тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня А затем Всевышний Аллах узакунул своим рабам продажу и покупку Чтобы они достигли своей цели и удовлетворили свои потребности Аллах да возвысится, он говорит Аллах дозволит торговлю и запретит лихаимество Сура корова, аят 275 С самой зари человечества люди, как правило, организуют рынки, на которых обмениваются своими полезными товарами И достигают своих интересов В аятах священного Корана показано, что это характерно для людей Всевышний говорит А также в благородном Коране Они повествуются на языке многобожников о посланнике Аллаха Мир ему благословение Аллаха Они сказали Что это за посланник Он ест пищу и ходит по рынкам Сура развлечения аят 7 А в истории о людях в пещере Аллах да будет превознесен Он говорит Пошлите одного из вас в город с вашими серебряными монетами Пусть он посмотрит, какая еда получит И принесет вам ее поесть Сура пещера, аят 19 Не сомнений в том, что ситуация на рынках является одним из важнейших проявлений практического применения истинного ислама Если вы хотите обнаружить влияние поклонения на поведение Отправляйтесь на рынки Если вы хотите судить о настоящей религиозности и отличить ее от формальной Вы должны тесно узнать лица в сделках купли-продажи Однажды один человек свидетельствовал в каком-то вопросе перед Умаром и Бенхаттабом Да будет довольним Аллах Тогда Умар сказал ему Поистине я не знаю тебя Однако не повреди тебе то, что я не знаю тебя Приведи того, кто тебя знает Один из присутствующих сказал Я его знаю, уповедитель правоверных Тогда Умар спросил его Каким ты знаешь его? На что человек ответил Я знаю его как справедливого, надежного Тогда Умар спросил его Он твой поблизости живущий сосед? Ты видишь его и днем, и ночью? Знаешь, какой он дома и какой на улице? На что человек ответил Нет Тогда Умар спросил его Он торговал с тобой? Имел с тобой финансовые отношения, которые могут свидетельствовать? О его богобоязненности? На что человек ответил Нет Тогда Умар спросил его Он сопровождал тебя в путей Который может служить доказательством Его достойных благородных качеств? На что человек ответил Нет Тогда Умар сказал ему Значит, ты не знаешь его Затем обратился к человеку И вновь попросил его Сказав Приведи того, кто знает тебя Итак Он занимает его Он занимает его Как средство Получение заработка И продвижение своих товаров Полагаясь на привязанность у людей к религии И их доверие ее деятелям Среди ложных форм религиозности Использование несовместимых наименований Для определенных вещей С целью обмануть людей Манипулируя религией Однако это противоречит действительному факту Почему это наносит вред религии И создает в душах людей Негативный образ ислама С Ивишни Аллах говорит Среди людей Если ты такой, чьи речи восхищают тебя В мирской жизни Он призывает Аллаха Засвидетельствовать то, что у него в душе Хотя сам является непримиримым спорщиком Когда он уходит То начинает распространять нечестие на земле Уничтожа посевы И губит потомство Но ведь Аллах не любит нечестие 40 коров Аят 204-205 Ислам установил ограничительные правила И нормы Которыми мусульманин должен руководствоваться При продаже и покупке В том числе Во-первых Поминание Аллаха и богобоязненность Мусульманин должен взять на себя Обязательство поминать Аллаха В любом случае Языком и органами Мусульманин и мусульманка Должны читать определенную мольбу Перед входом на рынок Пророк мир ему благословение Аллаха сказал Тому кто вошел на рынок и сказал Нет божества кроме Аллаха единого У которого несет товарища Ему принадлежит власти и восхваление Он оживляет и умерщевляет В руках его благо И он на всякую вещь мощен Запишет Аллах ему награду За тысячу-тысячи благих дел И снимет с него Тысячу-тысячи скверных дел За которые человек был бы наказан И поднимет И поднимет его на тысячу-тысячи ступеней И построит тому Жилище в раю Но мы Подчеркиваем что Поминание Аллаха бывает не только языком Но и всеми органами А также прежде всего Необходимо соблюдать его заповеди Ища Ища всего дозволенного И избегая всего запретного Во-вторых Правдивость и избегание льжи Основной принцип в том И что мусульманин Правдив человек во всех случаях Священный сказал Я июха львина аманутта куллаха Вакуну ма садикин Вот те которые уверовали Будьте с Аллаха И будьте справдивыми Сура покаяния Аят 119 Речь идет здесь еще о сделках купли-продажи на рынках Ведь мусульманину нельзя Чтобы обеспечивать Сбыт товара Потому что такое ложное продвижение товаров Стирает благословение в мирской жизни И навлекает проклятие в последние Грех увеличивается и усиливается Если человек дает ложную клятву Чтобы присвоить чужое имущество Пасанник Аллаха Да благословите его Аллах И приветствует сказал Покупатель и продавец Остаются свободными В своем выборе До тех пор пока Они не расстались друг с другом Если оба они были правдивы И разъясняли То сделка их будет благословенной Если же они скрывали что-то Или легали друг другу То благо их сделки будет уничтожено Он мир ему и благословение Аллаха Так же сказал Если три группы людей С которыми в судный день Не заговорит Аллах И даже не посмотрит на них Лежит скупивший товар И клянувшийся Что купили его за большую цену Чем в действительности Поклявшийся ложно Чтобы забрать имущество мусульманина И не дававший людям воду Из-за своей жадности В тот день Аллах скажет им Сегодня я лишу вас Своей милости Так же как вы не давали людям Из-за своей жадности А в другой редакции Добавляется Избивающийся свой товар С помощью ложных клятв Кроме того Наш пророк говорит Кто приносит ложную клятву Чтобы присвоить себе Имущество мусульманина Тот предстанет перед Аллахом И испытать его гнев Посланник Аллаха Мир ему и благословение Аллаха так же говорили Своим сподвижникам Ни в коем случае Не давайте много клятв Заключая торговую сделку Ибо поистине Сначала это будет Способствовать сбыту товара Но потом Уничтожит Прибыл В-третьих Доверие Обойдное согласие И предотвращение обмана Доверие требует Полной ясности В отношении продажи и покупки Чтобы полная удовлетворенность Между двумя сторонами Была достигнута Всевышний сказал Только путем торговли По обоюдному вашему согласию Сура женщины Аят 29 Кроме того Пророк Мир ему благословение Аллаха сказал Да будет доволен им Аллах Когда продаешь Звешивай Когда покупаешь Проси чтобы Вы взвесили В предании Атасаиба Да будет доволен им Аллах Говорится Однажды я зашел Пророку Да благословите его Аллах и приветствует Там хвалили И хорошо Говорили обо мне Пророк Да благословите его Аллах и приветствует Сказал им Поистине Я больше любого из вас Знаю о нем Тогда я сказал Достанут отец С мой имад Выкупом за тебя У посланника Аллаха Какой прекрасный партнер Ты был для меня Ты не скрывал И не обманивал Пророк Мухаммад Мир ему благословение Аллаха Сильно предупредил Тех у кого Испорченная совесть Кто не соблюдает Приказы своего Господа И всех честные души Толкают их Обмануть людей И незаконно Пожрать чужие имущества Путем Мощничества Пророк Да благословите его Аллах и приветствует Сказал Обманувший нас Не имеет к нам Отношения Умир ему И благословение Аллаха Также настоятельно Призвал партнеров К тому что Основой партнерства Между ними Служат честность И надежность Посланник Аллаха Мир ему благословение Сообщает Что Всевышний Аллах Сказал Если двое Становятся партнерами То я третий Пока один из них Не обманет другого Если еще кто-либо Из них поступит так То я покидаю их Четвертых Отказ от обвешивания И обмеривания При этом Обвешивание означает Что человек Берет сполна И прибавляет В весе Когда отмеривает Или Визвешивает Себе А когда он Отмеривает Или взвешивает Людям Он уменьшает В весе Посягая на их Права И присваивая Себе Принадлежащие им Здесь Стас Наполняет Наполняйте Меру Гори Не обманет В тот момент В тот момент Когда продавец Не разрешается Не разрешается Не перебивать Цену товаров При покупке Не Несправедливо Обвинять В недействительности Чужие товары Чтобы продавать Собственные Одной из форм Нарушения Чужих прав Является Монополия Которая Представляет Собой Манипуляцию Средствами Существования Людей И наносит Ущербы Странам И народам Посланник Аллаха Мир ему Благословение Аллаха Сказал Монополией Никто не Занимается Кроме Грешников Монополист Это человек Побежденный Своим Эгоизмом Настолько Что Он обеспечивает Верховенство Индивидуального Интереса Над Общественным Он Одинамеренно И забивает Что прибавоченный Прибыл Который Он получает От данной Монополии Это запретное Имущество Которое Непременно Разрушает Его Мереской Жизни И навлекает На него Проклятие В последней Пророк Мир ему Благословение Аллаха Сказал Кто бы Не Монополизировал Пищу Мусульман Того Аллаха Поразит Проказы И банкротством Он Также Говорит Если Кто-либо Укрывает В течение Сорока Ночей Продукты Питания Чтобы Ножиться Тот Отрекается От Аллаха И Аллах Отрекается От него Если Одни Жители Какого-нибудь Двора Окажутся Голодным То Все Они Лишаются Покровительства Аллаха Тем Не Мене Мы Утверждаем Что Контроль Над Ринками Является Частью Государственной Власти Что Требует Необходимости Сотрудничать Со Всеми Заинтересованными Органами Для Предотвращения Всех Преступлений Связанных С Мощничеством Монополизацией И Эксплуатацией Потребителей Потому Что Уничтожение Этих Негативных Явлений Вносит Большой Вклад В Обеспечение Психологической Безопасности Сообщества И В значительной Степени Способствует Усиленному Продвижению Экономики Совершенства И Мастерства На местном И Международном Уровнях А Мощничество Это Широкая Двер В Коррупцию И Разрушение Экономик Стран Мы Также Подчеркиваем Что Надзор И Контроль Над Ринками Тяжелая Задача И Крупная Ответственность На Плечи Доверенных Ей Людей Всевышний Аллах Спросит Любого Ответственного Лица Запорученный Ему Ответственность Сохранили Он Или Нарушил Вот Что Я хотел Бы Сказать Я Прошу Аллаха Прощение Для Меня И Для Вас Хвала Аллаху Господу Мира В Мир И Благословение Господин Всех Людей Пророку Мухаммаду И Его Семье Сподвижником И Всем Кто Последовал За Ним Впло До Судного Дня О Мои Братья В Исляме Воистину Обеспечение Людей Питьем Едой И Жизненно Важными Потребностями Это Социальный Гуманитарный Вопрос Являющийся Главнейшим Приоритетом В области Прав Человека Нельзя Представить Себе Что Бы Могла Явиться Достойная Жизнь Без Обеспечения Продовольственной И Медицинской Безопасности Так что Необходимо Объединить Усилия Для борьбы Со всеми Явлениями Мошенничества И Монополии Особенно В отношении Продуктов Питания И Лекарств Тем Самым Торговцы Которые Хорошо Понимают Свою Религию Должен Показывать Эффект Своего Богослужения Такое Как Молитва Пост И Т. Д. При Помощи Проявления Честности И Правдивости Ведь Невозможно Постоящийся Ничего Не Получит От Своего Поста Кроме Голода И Жажды А Возможно Выставивающие Ночиные Молитвы Не Получит Ничего Кроме Бессонницы И Утомления Пророк Пророк Благословения Аллаха Сообщи Нам О Високой Степени Правдивого Честного Торговца Сказав Правдивый Честный Торговец Будет В раю Среди Пророков Праведников И Шахидов Пророк Еще Сказал Наилюбчим Является Заработок Торговцев Которые Не льгут Когда О Чьем Либо Рассказывают Предают Когда Им Доверяются И Не нарушают Свои Обещания Когда Обещают Не Порицают Товари Когда Покупают Не Хвалят Их Когда Продают Не Прибегают К дальнейшему Затягиванию Когда Исполняют Чужие Права Проявляют Нисходительность Когда Одолжают Другим Более Того Посланник Аллаха Благословения Аллаха Сообщил Нам О том Что Правдивого Торговца Аллах Укроет Свои Тени В день Когда Не Будет Тени Кром Его Тени Он Добав Славит Его Аллах И Приветствует Сказал Правдивого Торговца В сегодня День Аллах Укроет Тени Трона Мы Обязательно Должны Сотрудничать Друг С Другом В целях Реализовать Всесторонний Общественный Интерес Влоде Которого Мы Все Приносим Необходимо Чтобы Каждый Относился Со Своим Братом По Принципу Чтобы Каждый Желал Своему Брату Того Же Чего Он Желает Самому Себе Настолько Чтобы Продавец Был Правдив С Покупателем Как Будто Продавец Считается Покупателем А Покупатель Считается Продавцом Вот Именно Этот Признак Служит Доказательством Веры Пророк Да Благословит Его Аллах И Приветствует Сказал Не Уверит Никто Из вас До Брат Своему Того Же Чего Желает Самому Себе Аллах Сделай Так Чтобы Дозволенной Тобой Избавила Нас От Необходимости Обращаться К Запрещенному Тобой И Поместь Своей Избав Нас От Необходимости В Ком Бы То Ни Было Кроме Тебя Тобой Продолжение следует...